44 школьника, а также студенты техникумов стали участниками первой корпоративной олимпиады по физике «Эксперимент». 18 и 19 апреля ребята состязались в знаниях, причем не только в письменной форме. На самом деле мы очень сильно волновались, когда сюда шли, потому что первый раз проводится она, и мы не знали, что тут будет. Неизведанно всегда страшно, но прошло все гладко, было все очень интересно. На мой взгляд, самый интересный этап – это было решение задач тестовых и практических. И самый, я сказала бы, забавный этап был последний, когда мы измеряли рулеткой и лабораторию, измеряли диаметр меча ниткой, и нам всем все понравилось. И если в следующем году будет такая же олимпиада еще раз, мы обязательно пойдем. Применение теоретических знаний на практике – самая увлекательная часть любой олимпиады. Практические задания – как повод для маленьких открытий. На физике просто предлагаются же задачи в решетнике, они идеальные, то есть там какие условия? Здесь реальные погрешности, то есть все, к чему не прикоснешься, сплошные погрешности, которые необходимо учитывать в эксперименте. А исследователь, ученый, любой инженер, он живет в реальном мире, он свои идеи воплощает уже в готовые продукты, которые живут в реальном мире, то есть он должен эту систему понимать. Поэтому здесь прямая связь с инженерной школой, с тем, что хочет видеть, видит и желает видеть корпорация. Поэтому тут все сошлось, и сам предмет, он наш. Первый день олимпиады проходил на территории авиаметаллургического техникума. Его участниками стали школьники из 7-8 классов. Для успешного прохождения турниров им пришлось применить свои знания в области элементарных законов физики. Технический наш вуз, который есть в нашем городе, необходимы специалисты со знаниями физики, и они сдают ОГП физики. Поэтому детей надо готовить к сдаче государственного экзамена, начиная с 7 класса, когда начинается изучение физики с 7 класса в школах города. И для того, чтобы детей заинтересовать, необходимо, конечно, проводить такие мероприятия, которые бы позволили раскрыть потенциал детей, привить им интерес к этому предмету, сделать так, чтобы они действительно с желанием пошли на сдачу государственного экзамена в 11 классе и выбрали затем техническую специальность. Второй день Олимпиады среди учеников 10-х классов и первокурсников техникума принимал Верхнесалдинский филиал Уральского федерального университета. Участники собирали электрические цепи, вычисляли массу спичек и отвечали на главные вопросы физики. Задание стандартной программы школьной, потому что у нас 10 класс и первый курс, поэтому мы сильно сложных не пытались им дать задание. Дали стандартные задания школьной программы, которые они, естественно, должны знать на данный момент времени уже. То есть это, ну, например, две задачи, это по механике рычаги, простейшие соотношения для рычага плечо и масса, да, и две задачи по простейшим цепям электрическим законом. Мне нравится то, что сам процесс идет, есть обсуждения, как сделать, формулы, ответы, споры какие-то. Ну, вот это, мне кажется, есть суть и командной работы, и некое соперничество. Они заинтересованы, работают, никто не скучает. В лидеры Олимпиады вырвались команды из школы номер 2. Следом за ними ученики из школы номер 14, а почетное третье место досталось командам из школы номер 6. Все участники получили памятную сувенирную продукцию с корпоративной символикой, а педагогам в качестве награды вручили благодарственные письма.